Это же очень трудно в своём партнёре находить вот это восхищение. Вот, например, у меня… Желание получать восхищение остаётся, а желание восхищать потихонечку снижается. Да-да, что-то делать уже снижается. Я вот недавно буквально заметила, вот мы ходим с мужем в спортзал с тренером, занимаемся несколько раз в неделю, и всегда муж возвращается и рассказывает мне, как он там занимался, сколько подходов он делал, у каких тренажёров, какой был сегодня комплекс этих упражнений. Ну вот он всё так ярко мне это всё рассказывает. И вот смотри, что можно. Можно, например, сказать, «Боже мой, ну не утомляй ты меня этим». Да зачем? Ну вот иди к своему другу, вы там протеин вместе едите, вот ему это всё и рассказывай. Не отвлекай меня этим. Но если я понимаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас живём, мой мужчина не может принести мне мамонта. Но как он может сказать, «Дорогая, смотри, какой я у тебя сильный и выносливый». Он мне может рассказать, какие там упражнения, сколько всего это делал он. Но это же понимать надо.